всем привет с вами шима рад видеть вас на своем канале предыдущее видео многим понравилось про недвижимость в лондоне я ходила на разные вьюинги еще планирую в будущем ходить пишите в комментариях насколько вам это интересно вообще посмотреть какие дома то что мы присматриваемся мы пытаемся как-то начинать ориентироваться во всем этом деле было много вопросов по поводу цен я цены специально прям вынесла с сайта риэлторского чтобы не было там со мной споров что сколько стоит кто-то писал что ближе к центру есть дома намного дешевле вы должны понимать что качество района и стоимость жилья определяется не ближе к центру или дальше она определяется уровне жизни в этом районе уровне преступности в этом районе уровню школ в этом районе уровню сколько людей там живут безработных которые на пособие ничего не хотят делать либо там живут образованные люди с высшим образованием и так далее вот это все влияет на цену есть районы которые очень далеко от центра они там можно считать за пределами даже лондона либо на самом окраине и вот даже в этих районах есть очень дорогие дома при этом не даже а как бы многие как раз обеспеченные люди именно туда и переезжают при этом в центре есть чудовищные районы где просто страшно ходить и и естественно там будут дома дешевле потому что никому и не хочется там жить так что это определяется это определяется далеко не центральностью хотя первый дом который я показывал это буквально у нас за углом дом находится где мы сейчас живем в гринвич и блэкхит это очень хороший район и в принципе миллион двести пятьдесят для этого дома это нормальная цена адекватно если там был бы нормальный ремонт он бы стоил где-то 2 миллиона я думаю около того но полтора минимум при этом дом больше я вот специально вам показала два дома совершенно разных дом который больше там он такой ну кстати говоря планировка двух нижних комнат там одинаковая абсолютно кухня там больше луна что творишь ты а кухня там больше чуть-чуть под больше дом и очень большой сад при этом это тоже гринвич но мотингем это уже если правильно произношу не совсем помню как станции называется там уже стоит дом который значительно больше то есть там еще сбоку есть часть дома ну раз в полтора больше с участком в три раза больше даже не в 3 в 4 обихоженным участком с лучшим ремонтом он стоил в два раза ровно дешевле хотя разница на машине 10 минут езды так что вот я специально хотел показать какая разница бывает очередной раз вызываем замешательства улиц луны все ушла то она к нам подошла такая посмотрела и пошла дальше своим делом заниматься чудо-юдо сама себя развлекает эльза всегда вот так вот крутилась на кровати и очень нравилось для нее кровать было как это как поль футбольная это редко делает вот так как сейчас очень редко делает эти чапка бабака я лежу под этим господи такого геозепамом ну потому что меня лечат и куча антибиотиков после менингита вкратце расскажу что тут со мной было две недели я была с менингитом вирусным собственно с температурой приходилось что-то делать работать куда-то ходить потом у меня были осложнения на шею что я не могла шевелиться не сидеть не лежать не стоять сейчас я на сильнейших лекарствах таких как геозепам например он же валю на обезболивающих четыре раза в день у меня антибиотики но антибиотики 7 последний день из хорошего менингита уже нет уже сделали анализ крови все хорошо у меня уже шея в разы лучше и почти прошла уже не сильно болит закончила антибиотики и сейчас вот диазепам самое такое обезболивающее я уже вместо трех раз я сама себе снизила на один мне врач сказал что и как я чувствую так и буду принимать уже потом и собственно диазепам не осталось три дня по моему пить но я посмотрю по самочувствию тоже сегодня может быть последний раз выпью а завтра по завтра уже я не думаю что мне нужен будет тем времени дети ходят школу у них все по-старому ничего не изменилось тут то дождь то солнце сейчас главное не попасть под дождь буду еще смотреть дома я поняла что вам это интересно и мне это очень интересно и актуально один дом даже мне очень понравился и мы даже думали может быть его взять но тут очень очень все непросто во первых оформление дома даже и обычно если вы покупаете дом то тот у кого вы его покупаете должен после того как вы купите еще купить себе дом и вы ждете пока он себе еще купит есть дома на ученье то есть это когда он хозяин уже может выехать после того как все документы составлены и вот этот вариант более простой быстрый он может занимать вот я с подругой говорила у них занял почти шесть месяцев просто оформление они уже сказали они уже говорились о сумме это нанимаются адвокат это не как в россии что вы просто с риэлтором подписали все это нанимаются адвокаты с двух сторон это нанимаются люди которые смотрят на состояние дома от банка приходит человек который на состояние дома и должен подтвердить дадут вам ипотеку или нет это куча документации это брокер который вам тоже предоставляет там информацию по разным потечным делам и вот это все ну как в среднем это минимум наверное месяца три занимает хотя кстати я слышала случай что за полтора месяца кто-то въезжал но вообще месяца три насколько я слышала если научей это происходит то есть когда хозяева уже выселились если они не выселились но вот и опять таки даже когда выселились у меня подруга покупал почти шесть месяцев был сам процесс юридического вот этого оформления если они не выселились соответствует может быть еще дольше в общем вот так вот это я вам вкратце рассказала у меня сегодня должен был быть вьюинг очень важный вьюинг как раз дома который мне понравился но он отменился во второй раз уже я очень поэтому зла первый раз заболел агент две недели меня в общем уже морозят второй раз вот сегодня утром я должна выезжать и агент вместо того чтобы мне позвонить и в тот раз когда он отменил то же самое он даже не удосужился мне позвонить он написал мне email на почту который я не пользуюсь который я ему написал что я не пользуюсь то есть я ему дала другую почту и вот я выходя из дома луна прекращай выходя из дома обнаружила что оказывается у меня email и совершенно случайно я зашла на почту и вообще вот этой конкретной почты не пользуюсь по мне очевидно что как минимум надо было позвонить как максимум не отменять но там он мне сказал сегодня что проблема в том что сегодня ему позвонили владельцы дома и сообщили что у них к вид идти по неделю еще никто не имеет права приходить то что них стоит посмотрим вообще выглядит как будто они как-то отмораживаются и может быть у них есть какие-то другие варианты может быть они передумали продавать с одной стороны люди активно сейчас продают дома потому что они не могут физически повышенную ставку ипотеки выплачивать то есть даже если они 10 лет назад купили дом то у них сейчас повысилась ставка потому что тут нет фиксированной пожизненной ставки но может быть есть вы напишите если такая есть но я таком не слышал она обычно фиксируется там 2345 лет по моему максимум можно фиксировать ставку и естественно большинство людей ипотека уже дольше тут ипотека на 30 лет берется даже на 35 лет берется и ставка повысилась где люди деньги возьмут учитывая повышение на газ на на еду и так далее то есть например мы в месяц сейчас где-то на 900 фунтов тире тысячу просто платим больше за счет того что стало дороже еда стало дороже отопление газ вот это вот все на его повысили еще то есть это было сначала не из-за войны а из-за brexit а к вида ну и война конечно тоже наложила я думаю свой отпечаток хотя газ в британии свой аренда у нас повысилась но не сильно то есть очень справедливо она минимально повысилась потому что вообще этот дом стоит ну в полтора раза дороже чем мы за него платим а он совсем чуть-чуть повысил ну чтобы тоже ему не искать кого-то чтобы не было простое тем более когда рынок такой нестабильный так что вот так вот и дома поэтому многие продают то что они физически не могут тянуть столько средств и приезжают более простые дома но обычно как это происходит в англии обычно наоборот обычно они продается до и они сразу покупают более хороший дом который крупнее который который им больше нравится следующий момент это наследство господи да достану я тебе достану на сидит у меня там или игрушка под батареей где она у тебя ой где луна вот это она еще плачет тут наследство нельзя отдать свой дом ты можешь отдать свой дом наследство он перейдет после смерти как это обычно бывает но дети но те кто входят в наследство они обязаны оплатить 50 процентов стоимости дома по 0 любой недвижимости по рыночной цене на день вступления в наследство то есть это просто и но это практически невозможно взять такие деньги большинству и вот такие дома тоже часто продаются то есть вы понимаете да то есть допустим дом купили 30 лет назад он стоил я тут одеваешься не упоздать школу он стоил условно говоря 100 150 тысяч например дом в котором мы живем 20 лет назад стоил 190 тысяч сейчас он просто умножился геометрической прогрессии и они брали ипотеку на вот эту сумму а дети если вступают наследство они должны уже оплатить там несколько не миллион грубо говоря ну либо полмиллиона то есть пол стоимости дома на по рыночной цене тогда получается что они вынуждены все продавать хоть какую-то часть этого дома денег с этой продажи они уже то вкладывают либо копят либо вкладывают свое будущее другое жилье в общем вот так вот не так все просто все это один огромный геморрой поэтому очень многие снимают не видят смысла покупать когда снимаешь лучше выше уровень жизни например вот сейчас мы живем в нашем самом любимом районе в доме который нас ну конечно я бы весь потому и дом все тут переделала который в принципе нас устраивает но купить вот здесь мы например не можем хотя до этой ставки адской которая поднялась несколько месяцев назад мы могли купить но сейчас мы просто считаем это неразумным то есть лучше я хочу еще большой участок поэтому лучше как бы это не горячиться так то есть здесь нам будет очень тяжело что-то тяжело и все равно это будет худшая зона нигде мы сейчас конкретно живем поэтому многие собственно снимают и потому что наследство все равно ты фиг оставишь чтобы все досталось все я побежала как всегда я разговорилась поднялись на катисарк с даршаном первый раз дети уже были с моей мамой взяли абонемент им на год и на зоопарк и на но это разные абонементы взяли так же абонемент на катисарк планетарий обсерватория и так далее они там внутри каюты сейчас мы поразились насколько маленькие у них кроватки здесь кроватки как для деток как они спали вообще непонятно вот такого вот размера и там только наши дети помещаются как взрослый человек не помещается в длину вообще никак даже такой маленький как мы то есть где-то метр пятьдесят кровать даже меньше забрала детей иду с собакой гулять уже гуляю как раз таки по этой самой лучке где дом был в том в том видео но это разве не красота центре города вот такая вот улица по поводу опять домов комментарии были что как такое страшное все почему такие страшные дома в лондоне вы должны понимать что когда я хожу на вьюинг я хожу специально в дома у которых есть большой потенциал потому что нет смысла брать с хорошим ремонтом вообще самое выгодное вложение это выбрать лучшую улицу и на ней купить худший дом и тогда когда вы его отремонтируете что будет значительно дешевле чем прибыль потом с перепродажи вы будете в большом большом плюсе поэтому и дома я смотрю убитые хотя кстати который я показала я не могу сказать что они прям убитые они скорее просто там пожилые люди жили во втором доме вообще только свежие сделанные стены с идеально ровные что в юге вообще редкость там были и стены ровные свежая покраска просто там нам не на мой вкус естественно я бы перекрасила но там достаточно просто покрасить стены и мою мебель поставить уже будет красота я конечно из этих двух домов выбрала во второе понятно но там тоже свои издержки далеко от метро идти что мне не нравится слишком далеко 20 минут идти надо там походить посмотреть по району конечно еще поисследовать а вот другой дом он прям рядом с метро там огромный дворец есть элтон палас который входит в топ самых красивых вообще дворцов великобритании парк соответствующий там рядом прямо дома идти минуту низи а луна пойдем идти минуту этот гулять собака огромное поле и там же детская площадка детская площадка скудненькая ну как такая районная не как каш гринвича у нас тут ну гринвич когда я говорю это тоже гринвич ворова но когда я говорю гринвич это я имею ввиду что сейчас мы живем ну как бы в центральном то есть есть округ большой и в этом округе есть разные как бы подгорода и вот в большом округе гринвич есть гринвич таун ну пойдем хоть и траву есть и вот это собственно да вот сейчас мы собственно самым гринвич и блэк хите но это гринвич и его верхняя часть где ну в общем вот так когда я все смотрю когда я все смотрю это я смотрю на перспективу то есть я лучше куплю убитый дом и сама его по театре монтирую чем я куплю дороже хотя даже бывает и за те же деньги но там меньше площадь будет отремонтированный потому что все равно на мой вкус чтобы было это но очень маленький процент домов и у них уже идет ценовая категория совершенно другая да и в принципе мне просто интересно у меня даже была вообще идея взять какой-то совсем стрёмный дом с аукциона там кстати в том районе есть такой он всего 270 тысяч стоит но прям для того района это копейки то что на май по 800 продают такие с хорошим ремонтом но там прям все надо сносить все переделывать но это в любом случае все дома которые я смотрю я все буду сносить и все переделывать стены сносить достраивать и так далее ну ну пойдем пойдем рядом вот улочки какие красивые тому как бы и смысл мне переплачивать брать с ремонтом и смотреть с ремонтом ну даже не мне сейчас мы-то смотрим конечно но не так чтобы мы прям горит нам что-то покупать вот кроме того дома который прям я влюбилась его бы мы сразу взяли там все тянут с юнгом ну еще я хожу смотрю потихонечку уроду и места и мне и другим людям логичнее брать старые дома они все старые это все будут до дома которые смотрю это больше 100 лет хотя это кстати относительно молодые дома здесь здесь есть дома и по по 300 лет и больше и потом самим уже сделать ремонт как нам нравится потихонечку по комнате можно это все делать не напрягаясь тем более у нас потом будет бюджет на это все в ближайшие годы так что вот так вот собственно вот это я хотел сказать по поводу убитости домов вы не думаете что в лондоне все дома такие убиты это неправда здесь есть суперские ремонты которые в москве сложно найти хотя в москве есть любой ремонт чего уж там хотя большие дома как правило они мне нравится чуть меньше по ремонту чем квартиры квартиры есть ремонт просто потрясающий в москве уровень рабочих конечно россия украина ну вообще наше постсоветское пространство не сопоставим они намного лучше чем здесь здесь отвратительный уровень работ по дому но в плане дизайна именно домов эти все дома потом становится я так вот снизу эти дома потом становятся конфетками они становятся современными почти у всех огромные окна в пол и сады свои в центре города в том числе свой сад с окнами в пол террасы спальнях окна в пол можно достроить сверху на крыше огромный этаж тоже с окнами в пол и в крыше чтобы были окна ну в общем очень много перспектив что можно с домом сделать и как раз современных домов очень много что ж это такое болтологическое у меня видео получилось он у нас там ходит дамочка на этом буду с вами прощаться всем отличного настроения пишите в комментариях что вам хочется увидеть и и и и не забываем лайки подписки колокольчики комментарии как всегда до новых встреч пока опять встретили лисичку красивую лисичка опять думает что это за зверь что это за зверь замерла к нам прибег подбежала а потом замерла ждет и